В Ашинском районе водитель Hyundai Greta при обгоне задел грузовик со щебнем. В итоге легковушка перевернулась. Кадры с места ДТП покажем прямо сейчас. По предварительной информации, 52-летний водитель не справился с управлением и по касательной задел больше груз. По данным ГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал. В Миасе столкнулись ВАЗ с 7-й модель и Лада Калина. Пострадали четверо человек. Одного из водителей пришлось доставать спасателям из разбитой машины. Они демонтировали крышу кузова, после чего смогли получить доступ к пострадавшему и аккуратно освободить пожилого автомобилиста. У него оказалась зажата нижняя часть тела. Наехала на забор и машина перевернулась. ДТП поздней ночью произошло в центре Челябинска. Авария случилась на Свердловском проспекте. Там 38-летняя женщина не справилась с управлением, в итоге наехала на ограждение. А после ее иномарка перевернулась. Но даже после такого ДТП девушка серьезно не пострадала. Полиция выясняет все обстоятельства аварии. Женщина пострадала при аварии на пересечении проспекта Ленина и артиллерийской улицы. Там столкнулись Лада и Форд. В результате ДТП травму получила 33-летняя женщина, которая была за рулем иномарки. Женщина на иномарке устроила аварию с двумя автомобилями в Магнитогорске. По данным ГИБДД, автоледи на изгибе дороги не выбрала безопасную скорость движения. В итоге авто марки Kia Rio, которую управляла дама, на встречке влетела в Chevrolet Niva и в Nissan Qashqai. В результате ДТП два человека пострадали. Вылетела с дороги и врезалась в пятиэтажку. Госавтоинспекции рассказали, что на перекрестке столкнулись ВАЗ-15 модели, которым управлял 47-летний Челябинец, и Рено, за рулем которого был 30-летний мужчина. В результате ДТП никто не пострадал. На улице Энгельса столкнулись два автомобиля. Из-за этого на участке дороги образовалась внушительная пробка. Магнитогорский мужчина на Ладе выехал на встречку и врезался в припаркованные машины. Виновник получил травмы, и ему назначили амбулаторное лечение. Стукнул и уехал. Магнитогорский ищут водителя, который разбил две машины. Разбитыми оказались Сан Йонг и Хюндай Солярис. Предполагаемый нарушитель был на Ниве. Теперь владельцы разбитых авто разыскивают лихача. Автомобиль вспыхнул на ходу после техобслуживания. По предварительным данным, у иномарки замкнуло под капотом, но, к счастью, водитель успел вовремя покинуть авто. Накануне машина была в автосервисе, и, видимо, там могли что-то перепутать. Шкаф упал на внедорожник. Грузчик оставил мебель без присмотра, и сильный ветер опрокинул шкаф на иномарку, которая проезжала мимо. Теперь хозяевам мебели придется оплачивать ущерб владельцу авто.